Привет! Снег, наушники, кардхолдер с деньгами и карточками, расческа, карандаш для губ, резинка, ключи от машины, зарядка. Духи, как вам такие? Я уже в торговом центре, встретилась со своей сестрой, это все не снимала, приехала, оставила здесь тачку, пойду сейчас на метро по делам. Сегодня у меня прикольные дела. Пойдемте к метро. Вот все. Это Арман Гарикович, именно он делал мне брекеты и сейчас капы. It's me. Рад познакомиться. Да, спасибо большое вам за ровные зубки. Спасибо вам, вы лучшая. Да, я знаю, вы тоже. Все, до свидания. Вот так это и делается. Первый раз сняла Армана Гариковича вам. Он сейчас попросил показать мои видосы, он знал, что я блогер, но никогда их не видел, я показала. И поэтому я решила, ну, тогда можно его и отснять. Думаю, он будет не против, а он оказался не против. Знаю, что у некоторых из вас он преподаватель. Мне писали об этом. Вот мне подправили капу, пусть она дальше опускает мой зуб. Сейчас я иду на встречу с подписчицей. Ребят, я пришла в классную кофейню. Называется она... Апс. Апс? Ростерс. А-а-а. ABC, можно сказать? Да, пусть будет ABC. Люблю английский алкогит. Короче, вы знаете, что я снимаю прекрасную неделю худеющего человека, которая нашла отклик во многих сердцах. И мне написала девчонка, которая больно, видимо, была смотреть на мои попытки, да? Да. Написала, что она может мне помочь как-то проконсультировать меня, потому что Катя училась в Америке на антициолога, био... и мелхимия, и она всё это знает, может мне помочь. И сейчас мы встретились с ней, мы сидим и проверим. Как непривычно. Катя сказала, что смотрит мои блоги «Неделя худеющего человека», и в принципе, ты, наверное, знаешь всё, что с тобой происходило. Да, весь мой путь за этот год. И всё, что делала Карина, так делать не надо. Мы будем это менять. Мы дали себе срок 5 месяцев. 5, даже не 6, 5. И, собственно, у нас 6 килограмм, чтобы от них избавиться. Может быть, даже больше будет, сейчас посмотрим. Да, вообще, я себя комфортно буду чувствовать и при 50. Мне вообще показано, я сдавала этот тест. Я встилля, да? Жир, да? Да-да-да, там написано, что мне нужно, типа, скинуть килограмм 8 или 6 жира и набрать килограмма 3-4 минуты. Вот, собственно, то, чем мы, я думаю, войдём сегодня в массы. Сначала мы уберём жир, а потом уже будем набирать мышечную массу. Я думаю, так будет логичнее, потому что... Ну, либо вообще будем и говорят, что так нельзя делать, но когда ты новичок, реально можно убирать жир и немножко набирать мышечную массу. Всё будет в таком медленном, но медленном точно. Так, а скажи, скажи, что самая большая была моя ошибка за все эти годы? То, что ты ела 1200 калорий, да, около того, а потом забивала на них и ела, наверное, в два раза больше. Вот, такие качели делать не нужно, потому что, я думаю, Карина сама знает. Да, взяловато. Будет с каждым разом... Я думаю, ты сама заметила, что с каждым разом вес уходит всё тяжелее и тяжелее, нежели чем ты хотела в первые разы. Но это всё логично, потому что организм понимает с каждым разом, что, ой, потом опять голодовка, но её к чёрту. Это, ну, если на пальцах объяснять, но её к чёрту. И оставлю-ка я жиры все при себе, а то потом не знаешь, сколько ещё она будет голода. Поэтому, ну, нужно это всё делать очень плавно, медленно. И потом из этого медленно также выходить. То есть, после каждой диеты должна быть ещё одна диета. На выход, да? Ну, не, могу сказать, что, в принципе, когда я беру себя в руки и худею, я худею, ну, так же быстро, как всегда. Просто всё, так скажем, реже у меня удается прям взять себя в руки и начать... Самое главное, что вот эта вот психология, что всё, я на пэ, ну, так тоже делать, я не рекомендую. Должна быть всегда такая диета, которую ты сможешь продержать всю свою жизнь. То есть, я своим предыдущим говорю так, что, если ты не можешь продержать ту диету, которой ты следуешь сейчас, то бросай её в чёрт. Ну, потому что мы не худеем, вот, типа, вот, к Новому году. Если ты выбрал, что ты хочешь похудеть, то нужно это понимать, что на всю жизнь. Да, я это понимаю, но с другой стороны, знаешь, я такая, типа, блин, но я ведь люблю Биг Маки, ну, раз в месяц. Так и надо их есть, и не раз в месяц. Окей, ты любишь Биг Маки, пожалуйста, сколько? 400 калорий? 500, да. 500, ну, пожалуйста, ешь его. Либо... Кажется, ты тоже за то, что, типа, неважно, что ты ешь, важно колоражство. Вообще, гибкая диета, да, у этой темы есть термин, вот, гибкая диета. Я не говорю, что нужно есть каждый божий день, там, Биг Маки. Ага. Во-первых, когда твоя диета более сбалансирована, тебе этого не хочется, вот, у меня сейчас ешь калорий, кстати, да. Она ест достаточно много, она, вот, мы начали, она весила 69, она сейчас ела на 1300 калорий, сейчас она ест 1800 и весит 66. Вот сегодня, ну, завчера она мне прислала учет. Ну, сколько она похудела? 20 дней. То есть... Увеличила при этом калорий? Увеличили калорий, да. Мы, причем, агрессивно достаточно пошли, потому что у нее офигеть, какие нагрузки, дневная активность очень много. высокая, и я понимаю, что организм не требует энергии. Она ее не дает просто напросто. И, соответственно, ну, просто кортизол снизился, да, гормон стресса, я думаю, вода лишняя слилась. И сейчас мы уже, мы дойдем до определенного калоража, и потом уже будем заниматься снижением веса. Вот, и то есть я определенно загиб по диету, потому что, во-первых, когда ты ешь больше еды, именно калорий, тебе не хочется есть просто напросто этого. Ты как-то интуитивно выбираешь другую еду. Ну, это вот реально, когда ты начнешь есть нормально, ты это поймешь. Я буду рассказывать Карине, как делать нужно, поэтому в мае месяц жди нас. Да, я бы хотела, на самом деле, к лету схуднуть, опять к лету. Вообще, в целом хотела бы схуднуть, но нужно же какой-то ставить себе порог, потому что, типа, вот летом я должна быть хорошенькой уже. Мы поставили такой вот порог лету. Ну, ланчик. Почти лето, да. Ладно, мы будем сейчас общаться, я вам еще потом посчитенюсь. Да, ее так всегда потрясающе украшают. Вот площадь. Блин, от снега вообще новогоднего настроения меньше становится. Хочется его. Но так тоже нормально. Машины закрыты снегом. Да. Короче, ребят, закончили, идем в метро. Холодно. В общем, мы поболтали с Катей, я все поняла. Начнем сейчас, так скажем, менторство надо мной. Катя начнет. И мы будем к чему-то приходить в течение полугода. Надеюсь, получится у меня добиться того, чего мне Катя посоветовала. Ну, как, жизненному балансу, например, что мы хотим прийти. Да. И буду вас вводить в курс дела. Если у меня что-то получится, то обязательно Катин контакт дам через полгодика. Ну, может, пораньше. Так. Просто. Сюда. Доченька сюда. Да. Наконец-таки один... Ребята, мама скидывает мне видос. Вообще, поздоровление. Она тут говорит, что у тебя 1,5, Карина. Прикиньте. Я ем, извиняюсь. Сейчас. Тихо. Я ем вот эти вот снеки свои ореховые. Я думала, я не дождусь этого момента. Наконец-то 1,5 миллионов вас в Инстаграм. Это просто невероятно. Мои хорошие. Правда, сейчас начнут по-любому отписываться. Если я запощу, типа, ой, мои хорошие, 1,5, ура. По-любому отпишутся какие-то гадюки. У меня будет снова 1,4. Но все равно в течение недели у меня уже точно устаканится 1,5. И я очень счастлива. Это так офигенно, чувствовать рост, когда у тебя что-то меняется. Потому что, когда все одинаковое, ну такое. Пускаются руки. И я рада, что мне недавно стукнул миллион. Сейчас, наконец-то, 1,5 миллиона в Инстаграм. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Пустишь. Я еду сейчас уже со встречи. Села, пересела в машину. И мы с Оском сегодня будем снимать разговорные видосики. Я хотела погулять по ТЦ, но мы решили с Оском все-таки поснимать сегодня, а не только завтра. Поэтому, короче, не погуляю я сегодня. Хотя подарков надо покупать, как всегда. Остается все на последние дни, когда, блин, в ТЦ ужас. Так, так, так. Женишок пришел. Что? Женишок пришел. Здорово. Здорово. Как дела, брат? Нормала. Наша жизнь как-то изменилась с тобой. Не говори, не говори. Мы сейчас снимать идем видос, там и скажешь. Гигери. Я просто хотела сказать, что я на метро, теперь стал лучше съездить. Почему? Надоели пробки предновогодние. Ну да. Блин, я надеюсь, что у меня будет желание, типа, в январе везде кататься. Потому что в январе первые 10 дней пробок вообще нет. Нет, я думаю, я буду с подружками, пока ты будешь в Грузии гулять только так, по Москве, красивой. Хорошо, можешь, пожалуйста, камеру убрать, потому что я за рулем. Чего? Ты сейчас дома будешь? Ты можешь заехать напарник и оставить в этом, у Каримина. Мог бы так есть каждый вечер? Угу, бывает. Я просто твоя мечта, да? Смотрят места для свадьбы. Мне знаешь, что моя бравистка сказала? Сказала, есть в Москве популярное место, этот, Суриков холл. Армяне там много делают свадеб. Суриков холл. Там красиво, мы смотрели, но мне кажется, там тоже дома. Я завтра буду в эту империю холл, а нет, послезавтра. Ну, отфоткай. Почему вы сфоткали? Пунктенный зал до 600 человек, а у нас будет 7000. Позовем всю Москву. Это что, Суриков холл? Да. Да, там несколько залов, насколько я правильно ее поняла. Ну, он такой, типа, тоже неплохой, как вариант можно рассмотреть. Ну, не, он тесный, ты не видишь? Ну, извини. Вот эти мне еще понравились, европейский холл и Софиса. Да, вот Софиса прикольная. Ну, Софиса это мечта вообще. Все звезды там делают. Ну, не все. А ты что, не звезда? Ты тоже звезда. С семьей сидит обсуждать. Мы с тобой сейчас решим. Они скажут, ну, идите вдвоем в свадьбу играть. Да нет, так-то прислушиваться понятно надо всех, но суть-то в деньгах. Ну да. Если... А денег много, поэтому... Блин, вот, люди говорят не в деньгах счастье, но все упирается в деньги. Замотришь крутую тачку, думаешь, блин, чего не хватает. Ты такой, а, деньги. Смотришь, где свадьбу празднуют, думаешь, блин, позовут кто-то людей. Здесь так красиво, и они такие, типа, 10 миллионов. Такой, так, что не хватает. А, деньги. Хорошо сказал. Все-таки в деньгах счастье, да? Ну, есть такая, короче, поговорка. В деньгах счастье, а в их количестве. Пара-пара-пау. Не-не-не, типа, вот, те люди, которые говорят не в деньгах счастья, типа, когда у тебя много денег, ты, типа, не будешь счастливой, там, все такое. Понятно, что вот везде нужно по чуть-чуть, то есть у тебя должны быть родные, близкие, здоровые, то есть окружение твое, да, деньги. Потому что если у тебя будет, допустим, например, дофига денег, и ты, допустим, ну, не дай бог, там, допустим, ты, там, кого-то из родных теряешь, для близких, и все равно, ну, как бы, ты реально несчастлив. Да. Ну, хорошо, ты купишь себе машину, дом, 10 раз поедешь, отдохнешь, еще одну машину купишь, еще один дом, и все, типа, ты потеряешь вкус. А когда ты, представьте, допустим, ты, типа, я дедушка и бабушка, а у нас там внуки кайфуют, там, такой, типа, большая семья, но при этом еще и деньги. То есть я считаю, что должно быть такое равенство, такое колесо, знаешь, типа, везде чуть-чуть должно быть. Если нету к этому равенства, то нет чай. Ты философ? Ну, отчасти, я бизнес-мотиватор, поэтому переходите ко мне на канал, и я научу вас правильно, так сказать, я же висцы по гороскопу, я научу вас, короче, правильно взвешивать все это. Вот это у меня съемка. Он бы сказал, так, не взвешивайся, а взвешивайся. Это мы про моего дядю. Садимся снимать. Вот на таком прекрасном фоне будем сидеть на полу, но что не сделаешь ради красивого фона? Бжни, ни к чему. Этот монстр поел, и теперь ему надо беситься. Он не дает нам видео снимать, начинает гавкать. Лютик пол-видео мешал нам снимать. Он скулил, хотел играться, хотел лакомство, хотел кушать. Вот эту штуку взял в зубы, в ноги, вот так вот, и выходит. Я поугарала, жесть. Ну, короче, мы все сняли, такой у нас здесь хаос. Я ем сейчас колбасу. Так давно ее не ела, блин. А он тоже хочет. Короче, я сейчас дико угорала. Я обожаю, когда вы создаете мемы и выкладываете к себе в истории части наших с Юлей видосов. Этот акс, что? Ну и год, в принципе. Так что так и отмечу. Покажи там, где ты сидишь, не двигаешься. Сейчас, сейчас. Образ на ногу, чистая. Блестки наклеила на ногу. Это вообще угар. Ну, в последнее время, ну, в последнее время я чаще готовлю, я хочу чаще готовить еще в новом году. Ну, типа, можно сказать, что это одна из целей, просто потому что я с фастфуда, ну, давно. Это не скрин, это я просто залипаю. Так, наша елочка красивая. Покажи, а букет вообще, смотри, совсем не хочет прям вянуть. Да, Оск тоже очень удивился. Я его заменяю, не забывайте, просто так ничего не бывает, потому что это великолепные розы. Розовые розы. Каренький Каспарян. Каренький Каспарян. Ну да, на самом деле цветы просто шикарные. Шикарные выбор, господи, допустим, у вас такая вот и жизнь будет шикарная, вот как вот эти цветы. Ой, не говори. Я, конечно, могу, это вам желательно. Просто, ну, действительно, бывает на следующий день уже цветы вянут, а это прям... Неделю, да, уже, да, или сколько меньше? Ну, нет, не неделю, получается. Как будто неделю. Как будто неделю. Вот такие операции. Расскажи, как папа, ему сегодня операцию сделали, мама была у него... Машка болит, болит. Сутки сказали, будет болеть, потом уже полегче будет. Может, пятницу выпишут, посмотрим, в принципе. А так, ну, час операции длилась, папа был в сознании, просто их прячут, лицо не видят. Ну, он говорит, я слышал, как они дрелью делали. В ногу? Ну, это как импланка доставляешь. Это жестко. Там десну разрезают и тоже делают, что ходят. Ну, дрелью. А что ему делали? А эти не дрелью делают зубы, только у них мини все это, по идее. Просто потом швы, конечно, все больно. Ну, ничего, на укольчиках, на укольчиках. А что ему вставляли туда? Ну, винты специальные, как он называется. Ну, пластины, которые закрепляют, чтобы... Хорошо срасталось. Хорошо срасталось. Да, то, типа, когда уже в возрасте ломаешь ногу, само все может неправильно срастись. Когда его выпишут? Ну, завтра скажет доктор. Ну, вообще-то они ее держат три дня, в пятницу это будет третий день. Мы рядом живем, мы всегда можем прийти на перевязку, я скажу. У нас палата оплачена до пятницы. А сколько стоит день палата? Три пятьсот. Ну, мы захотели платную, там и телевизор, и свой холодильник, и микроволновка, но нам это ничего не нужно. Ну, бесплатная тоже есть вообще. Там кровать, как у нас практически, да. Там можно... Это вот где я была, или вы в новую пошли? В новую. А, там где я была, это бесплатная. Он сейчас платный, получше, да? Да, хорошая. Да, аж, вот такая вот грустняшка, но ничего. Вот на елочку. Да, нормально. Там шкаф, не хочу даже, вот на букет. Повтори. Вот такая вот грустняшка. Я буду с вами прощаться на сегодня. Завтра вроде как тоже планирую снимать влог, поэтому оставайтесь со мной. Тое видео, которое мы сегодня снимали, мы с Оском решили, оно выйдет 29 числа. И уже, наверное, в январе выйдут остальные видео касательно нашей свадьбы, но я не уверена. Все, мы еще в этом году с вами увидимся много раз, так что это ле, радуемся. Ю-ху! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok